Вторжение России нанесло Украине значительный ущерб, сократив ВВП почти на 30% в 2022 году. Энергетика, торговля и промышленность пострадали больше всего. Убытки уже превышают 400 миллиардов долларов. И это оказывает серьезное влияние на жизни украинцев, особенно в прифронтовых городах и сёлах. Когда я в городе, то, конечно, цены высокие, невероятно. Я учусь в Тернополе, и для сравнения это, конечно, колоссальная разница. Потому что тут повышают цены на всё. Раза в два, как минимум, и это слишком сильно влияет на людей. И так, с учетом низких доходов, то это вообще космос. Мне доводится, чтобы отказаться, потому что цены, вибачьте, в полтора раза выше, чем в Непре. А если раньше я могла покупать себе спеки на молочную продукцию и не обратить на это внимание, то сейчас я уже изменю и беру до уваги меньше адекватные цены, нижней уровень, нижней якости. Я не очень могу позволить себе купить там тоже сыр. Один коштует сейчас близко 400 гривен. Цены на хлеб, который является базовым продуктом в рационе каждой семьи, поднялись еще в прошлом году и теперь составляют от 20 до 35 гривен за буханку. Чтобы сэкономить деньги, Татьяна начала печь хлеб сама. Но для этого ей также необходимы яйца, цена на которые побила все рекорды, вызывая множество шуток и мемов в интернете. Цены на мясо, колбасы и полуфабрикаты тоже значительно повысились. Даже тот чай, который я обычно жила, я сейчас не могу себе позволить. Хоча я работаю, хотя у меня достойная зарплата, зарплатная, но, на жаль, я вимушена тоже отмолвать все от многих вещей. Последний раз месяца два уже продукты питания процентов на 80 сократились, хуже стали брать. Конечно, потому что люди беднее стали и все такое. Бьют по семейному бюджету и повышение тарифов на проезд в общественном транспорте, говорят жители Краматорска. Сейчас цена билета в троллейбусе составляет 12 гривен. Для многих это дорого, особенно для безработных. Близко до троллейбусе находится, что-то должно быть, что-то, 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 что-то. Чтобы сравнивать цену на грамадский транспорт в Билой церкви, где мы сейчас мешкаем, И тут, в Краматорску, я могу сказать, что 20 гривен за грамадский транспорт – это очень много. А в Билой церкви 8 стоит троллейбус, коштует квиток, и 10 грамадского транспорта, там, где автобусы. Жители Донецкой области страдают из-за роста цены, низких доходов. А также называют несправедливым то, что в соседних областях доступен весь спектр товаров, который недоступен для них. Но повлиять на это до окончания боевых действий крайне сложно. Знаете, стипендии – это лично какие-то свои расходы. Понятное дело, что этого не хватит на оплату коммунальных, допустим, еда. Но сейчас стипендия около 2000 гривен на месяц – это только еда. А есть же еще мимо такие расходы, как там одежда, лечение, еще что-то, досуг. Как бы, конечно, этого не хватает. Хотя сейчас и пенсии подняли, вроде люди уже довольны, и на 500 гривен, и на 1500 гривен, да, довольны. Но не наблюдаю еще, чтобы оно добавилось нам в продуктовом магазине. Хоть чуть-чуть. 1 марта произошел перерасчет пенсии в связи с индексацией. Средний размер повышения составил чуть более 500 гривен. И теперь средняя пенсия составляет 6500 гривен. Кроме того, начиная с 1 апреля проводится перерасчет пенсии работающим пенсионерам, который будет начислен независимо от места нахождения получателя пенсии и социальных выплат. По пенсионерам и отривающим других страховых выплат на окупованих территориях после 24 лютого мы продолжаем нараховывать пенсионные выплаты. И они могут их отримать в будь-який момент часу, то есть выехать на подконтрольную территорию. Там, где функционируют або установи банков, або предприятия поштового звязка. В зависимости от того, каким чином человек получил пенсионную выплату. Она также может изменить способ выплаты, если она отримала выплату через почту, может написать заявку и открыть рахунок в установе банка. Несмотря на войну, пенсионный фонд выплачивает пенсии, страховые и социальные выплаты. В Донецкой области их получают около 900 тысяч человек, то есть почти миллион. Мы, как переселенки, отримываем 2-3 тысячи на детей, но если бы не пенсия, НКМЗ, нам было бы очень тяжело жить. Подруги мои, тоже пенсионеры, живут очень скрупно. Вы же знаете, что пенсионный век, он обязательств больше накладает на человека. Поэтому пенсионеры больше платят за коммунальную услугу. Из трех тысяч пенсий платить за свою квартиру, чейки, как-то отчувать. Безработные могут обратиться в центр занятости. При этом, даже если им пришлось уволиться в связи с военным положением, закон позволяет сохранить место работы и устроиться на другую. С начала войны, великие и средние предприятия Краматорска прекратили переважно свою работу, что означает на предложенных вакансиях. Найбільш затребованные в Краматорске – это медичные работники, работники банковской сферы, сферы обслугования – это продавцы, листоножцы, консультанты, водители. Средний уровень заработной платы на этих предприятиях складает 12 тысяч гривен. Центры занятости компенсируют работодателям единый социальный взнос – полную либо частичную оплату труда за нанятых сотрудников с инвалидностью. Зарегистрированные безработные могут быть привлечены к общественным работам и получать от тысячи до шести с половиной тысяч гривен. В таких хабах, как наш Краматорск, Илья Мариуполь, также предоставляют помощь с подбором работы для тех, кто находится за пределами региона. На сегодня каждый зарегистрированный безработный может подвищать свою квалификацию или получать новую актуальную на рынке работы профессию в Центрах профессионально-технической обслуживания государственной службы занятости. Для людей, которые не зарегистрированы в службе занятости, мы можем запрепонировать ваучер на навчание или подтвердить результаты неформального навчания. Всю подробную информацию можно найти на порталах профильных служб и в отделениях или же позвонить на горячей линии. Те, кто сейчас проживает на деоккупированной территории и имеет проблемы со связью, могут обратиться к главе громады и узнать, когда в их населенный пункт прибудет мобильный ЦНАП. Продолжение следует...